Ситуация в нынешней Армении волнует не только региональных интересантов. На эту ситуацию смотрят и другие страны. Сложившаяся ситуация характеризуется как сложная. Армения стала неким аналитическим кейсом для большинства экспертов, которые пытаются понять, как можно быстро перепрошить мировоззрение общества и с помощью каких технологий это можно сделать. Об этом в ходе круглого стола в режиме онлайн заявила заместитель директора НИИРК Валентина Комлева. По ее словам, те технологии, которые применялись в странах Прибалтики и в Украине, сегодня применяются и в Армении. Мы с моими коллегами-экспертами иногда сравниваем Армению с Грузией и думаем о том, почему грузинское общество, несмотря на такую огромную работу западников, за эти годы не отвернулось от России, не пошло по пути Прибалтики, а наоборот размышляет о переосмыслении российско-грузинских отношений. «Есть опасность, что Армения пойдет не по этому грузинскому пути, а по пути Прибалтики», сказала Комлева. Относительно того, что Армения сдала свои позиции, заняв 10 место в составленном Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций рейтинге дружественности постсоветских стран по отношению к России, хотя в прошлом году занимала пятую строчку, Валентина Комлева отметила «Мы сделали серьезные выводы для себя». По ее словам, сейчас идет большая трансформация, и Армения – классический пример этого. Экономический фактор продолжает играть существенную роль в сохранении дружеских отношений стран. Армения, к сожалению, из колеблющихся режимов пошла по пути недружественности, что особенно возросло на политическом уровне. То есть мы видим, что не все политические решения поддерживаются армянским обществом и для себя фиксируем серьезный раскол между элитой и обществом. Мы уверены, что в 2024 году западные эксперты, которые работают в Армении, осознают этот раскол и несогласие большей части общества и увидим, как активизируется ряд технологий, которые в итоге будут направлены на перепрошивку мировоззрения и перепрошивку отношения общества к России. И будет очень жаль, если Армения пойдет по этому пути, подчеркнула она. Не только на политическом уровне, но также существует раскол внутри общества в отношении России. И на эти гражданские институции, подчеркнула Валентина Комлева, будут опираться антироссийские силы. Она также спрогнозировала, что в 2024 году режим коммуникации с Россией будет оставаться противоречивым. Идет переосмысление принципов и ценностей отношения друг с другом. Старые концепты уже малоэффективны. Народ Армении должен высказать свою позицию, констатировала Валентина Комлева.